Она любит Нур-Отан, за него ее баран. Если ты из Иржестада, Нур-Отан твоя отрада. Хочешь имя Нур-Баран? Голосуй за Нур-Отан! Саламастер Макурмету Тандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. 10 декабря начинается официальная пропаганда тех партий, которые участвуют в выборах в парламенте. Я еще раз хочу сказать, что они все, Назарбаевский, ни у кого не должно быть иллюзии, обмана. Если у него название, например, Аул, вы не думайте, что эта партия вдруг думает об Ауле. Этой партии уже десятки лет и люди, которые живут в Ауле, прекрасно понимают, что о них никто не заботился. Тем более партия Аул. Если кто-то думает, что есть так называемая народная партия Казахстана, то вы, наверное, должны тоже знать, что нет никакой народной партии, есть только партии Назарбаева. И опять же, о народе никто не заботится. Поэтому не должно быть никаких иллюзий, если вы услышите какое-то красивое имя Адал, справедливый, честный и так далее. Это партия токалок Тимура Кулебаева, зятину султана Назарбаева. И, конечно же, многие из наших граждан не понимают, а зачем они вообще должны идти голосовать, если там все партии Назарбаева. Для чего и почему? Вот по этому поводу я хотел бы сегодня провести эфир и напомнить вам, что именно сейчас в ваши двери стучатся агитаторы партии Нуратан. Сегодня в социальных сетях вы увидели, что Нуратан привлекает к агитации детей несовершеннолетних. Задумайтесь. Привлекает несовершеннолетних детей, привлекает студентов. Они одеты в разные куртки, рации, которые куплены за народные, между прочим, деньги. И они, как зомби, ходят по квартирам, стучатся в ваши двери, отдают какую-то бумажку с призывом голосовать за Нуратан. Вы прекрасно знаете, что в нашей стране Нуратан, партия власти, как называемая, уже контролирует власть 30 лет. И в течение этих 30 лет вы жили плохо, бедствовали, и к вам стучатся агитаторы и говорят, живи дальше, так же плохо. Ну и какая реакция должна быть у нормального человека? И вы не задумывались, а почему вот такая шквальная реклама? Почему огромное количество агитаторов Нуратана, особенно к этому моменту привлекает к агитации детей? Это у вас обязательно должен появиться вопрос. А почему это происходит? Почему агитаторы Нуратана заглядывают вам в глаза, через детей передают вам сигнал, что да, давайте голосуйте. Что такое партия Нуратан? И вообще, что такое парламент? Я знаю, что фактически основная часть населения, минимум 99%, вообще не понимает, для чего существует парламент, для чего существуют политические партии. И именно поэтому многие просто не идут на выборы и никаким образом не участвуют в политической жизни страны. Они просто говорят, я не занимаюсь политикой. Хотя каждый день, когда они идут по страшным улицам, по разбитым дорогам, когда они стоят в очередях, чтобы пробиться к автобусу, когда у них возникают огромные проблемы, вообще по любому поводу, они не задумываются, не понимают, что это именно связано с тем, что вы не занимаетесь политикой. Вы не занимаетесь политикой, вы не интересуетесь политикой, но политикой занимаются вами. Те, кто использует рычаги политики, он вас раздевает, плавает в Средиземном море на яхте стоимостью минимум 200-300 миллионов долларов, имеет шикарные дворцы, зарабатывает, в кавычках, миллиарды долларов. Это в той ситуации, когда вы нищенствуете. Это связано напрямую с тем, что вы не занимаетесь политикой. И когда вы на улице увидите детей, которые голосуют за партию Нуратан, вы должны себе задать вопрос, а почему дети, друг, убеждают вас голосовать за партию Нуратан? Что такое партия Нуратан? Вообще, что они хотят? Итак, я хочу вам сказать следующее, что сейчас идет процесс выборов в парламент. Все партии Назарбаевские, это прокладки режима, они создают видимость конкуренции, они запутывают избирателя разными названиями, но суть одна, это все Назарбаевские партии. Что они хотят? Что хочет Назарбаев? Что такое Нуратан? Мы знаем, что в Нуратане минимум 700 тысяч человек, членов партии. И члены партии Нуратан знают, что их туда загнали пинками, они каждый месяц выплачивают взносы, у них выдергивают из их мизерной зарплаты взносы в сторону партии Нуратан, вас заставляют подписываться на издание партии Нуратан, которое никто не читает, они даже непригодны для использования в туалете. Вы знаете, что Нуратан, это партия Нусултана Назарбаева, вы знаете, что там, в этой партии, вы ничего не решаете, ваш голос ничего не стоит. Там только портреты Нуратана Назарбаева, а в уставных документах написано, что эта партия реализует идеи и мудрые мысли Нуратана Назарбаева. А какие у него мудрые мысли? Давайте мы задумаемся. Такие мудрые мысли, что он вынужден защищаться детьми. Что за мудрые мысли? А мудрые мысли заключаются в том, что он хочет продолжать богатеть, контролирует власть еще десятки лет. Как я много раз говорю, что его личное состояние оценивается минимум 200 миллиардов долларов. На прошлой неделе я многим из вас показал часть имущества, которое спрятано на его ближайшем помощнике Булате Утимуратове. Вы видели там банки, вы видели золоторудные компании, вы видели огромные офисные здания, вы видели его любимый бургер, который тоже принадлежит Нурсултану Назарбаеву. Я опубликовал банковские счета во многих иностранных банках, где бегают миллиарды долларов, которые украдены, украдены народы Казахстана. Вы все это видели. Вот что защищает Нурсултан Назарбаев. Как он это делает? Как он защищает? Вы должны знать, что в нашей стране существует парламент, Нижняя Палата. Это ключевой на самом деле парламент, мажорист. Там пишутся законы. Законы, по которым вы живете и живет вся страна. Ну, например, какие законы? Эти законы говорят о том, что Нурсултан Назарбаев, он стоит над Конституцией. Хотя в Конституции написано, что все граждане страны равны перед законом, но в этой же Конституции есть добавление, которое говорит, что якобы первый президент обладает рядом прав. Какие права у него? Его нельзя допрашивать, у него нельзя конфисковывать его имущество, у него полный иммунитет, не только у него, и у членов его семьи. Он бесплатно присвоил себе резиденции, потому что он первый президент, гигантские здания бесплатно ему переданы. Он украл у страны сотни миллиардов долларов, и в соответствии с Конституцией, законами, которые принимают тот самый мажорист, никто у него это отнять не может. В соответствии с этими законами его ближайшие родственники, миллиардеры, в соответствии с этими законами он их расставляет на любые посты, в соответствии с этими законами они властвуют над всей страной. Вы понимаете, что такое мажорист? Партию Нуратан контролирует лично султан Назарбаев, потому что там десятки тысяч людей они подписывают любые бумаги, голосуют по его приказу, то есть партия Нуратан, затем приходит мажорист, контролирует парламент, 100% голосов принадлежит султану Назарбаев и его партии Нуратан. А подставные партии, они тоже его, это как КНПК или Акжол, это его партии, поэтому весь парламент контролирует султан Назарбаев, он также контролирует сенат, это позволяет ему принимать любые законы, ну какие еще законы, ну законы, что учителя получают ничтожную заработную плату, они полностью подчинены этому режиму, они исполняют волю Нуратана Назарбаева, подделывают бюллетени избирательные на выборах, они как рабы молчат, они воспитывают ваших детей и делают тоже из них рабов, потому что они поют песни Нурсултана Назарбаева во время уроков, они на этих уроках говорят, что у нас единственный человек, который создал государственность, Казахстан, это Нурсултан Назарбаев, и таких учителей у нас более 400 тысяч человек, а далее врачи, студенты, разные бюджетные работники, которые пинками загнаны в партию Нуратан, и соответственно принимаются такие законы, которые и им же делают все плохо, когда они получают ничтожную зарплату, когда у них ничтожные пособия, когда у нас инвалиды страдают, не могут получить пособия для того, чтобы обеспечить какой-то более-менее сносный уровень жизни, именно этот парламент принимает законы, когда пенсионеры получают ничтожные деньги, между прочим, пенсионеров в нашей стране больше двух миллионов человек, вы понимаете, что такое мажорист, что такое Нуратан, то есть, если у вас не хватает средств на жизнь, если вы платите за плохую медицину, а не имеете бесплатную медицину, как во многих странах мира, как совсем было недавно у нас, если вы платите за образование, которое совсем недавно было бесплатным, то все это подписывает в виде законов парламент, и вы участвуя в партии Нуратан, поддерживаете плохую жизнь, в которой живете вы сами, и хорошую жизнь, шикарную жизнь, но султан Назарбаева и его родственников, его ближайшее окружение, вы понимаете, когда вы говорите, что вы отдалеки от политики, когда вы не стесняясь являетесь членом партии Нуратан, когда вы плачете и говорите, что вам негде жить и не на что жить, вы, являясь членом партии Нуратан, помогаете режиму, чтобы вы так плохо жили. сейчас борьба идет, так называемая борьба за 98 мест в парламенте Нижней Палате Можилиси, еще 9 мест будут переданы от Ассамблеи народов, которые тоже контролируют Нурсултан Назарбаев, то есть фактически все 107 депутатов назначаются лично Нурсултаном Назарбаевым, и вот вы должны понимать эти депутаты Нурсултан Назарбаева приходят в парламент, принимают такие законы, которые делают вас рабами, принимают такие законы, которые его делают супер богатым, принимают такие законы, когда вы пишете письма Нурсултану Назарбаеву, Такаеву, они вас не слышат, они говорят о слышащем государстве, но это государство глухое, потому что на всех уровнях власти, включая судебную систему, стоят и назначенцы Нурсултана Назарбаева, назначены его личным указом, а сейчас эти бумаги подписывают по поручению Назарбаева, Косможимар, Такаева, Такая. То есть вы понимаете, что такое парламент. Парламент это именно та самая дубинка против вас. Депутаты это те самые предатели народа, которые работают на Нурсултану Назарбаеву, на укрепление его личного режима. Вы понимаете, какое значение в нашей стране имеет парламент. Вы должны понимать, что именно парламент принимает те законы, которые направлены против народа. А если это так, то что мы должны делать? Мы должны бороться, чтобы парламент контролировался представителями народа, а не представителями Нурсултана Назарбаева. Именно поэтому на улицах города, села, везде вы видите агитаторов от Нуратана, которые ходят и убеждают голосовать за партию Нуратан, на самом деле голосовать за Нурсултана Назарбаева, за его шикарную жизнь и вашу несчастную и нищую жизнь. Вы понимаете? То есть, когда к вам приходят эти агитаторы, что вы должны делать? Что вы должны делать? Какая у вас должна быть естественная реакция? Вы должны говорить вон, вон, я не буду голосовать за Нуратан, который 30 лет издевался над нашей страной, который передает земли, между прочим, Китаю по размеру не меньше, чем северный Казахстан. Это все принял решение Нурсултан Назарбаев и эти решения подписал опять же парламент. Вы понимаете, что такое парламент, его значение? И когда эти дети ходят по квартирам, убеждают голосовать за Нуратан, вы должны понимать, что вас хотят уничтожить. Помните, когда фашистскую Германию уже раздолбали объединенные силы Советского Союза, Англии и США, как защищался Гитлер? Он защищался последним своим резервом детьми, 14-летними, 12-летними детьми, так называемый Гитлер-югенд. Был брошен последний резерв для того, чтобы защититься, но это его не спасло. Что происходит сейчас? Я не припомнил случаи, чтобы на таких выборах участвовали несовершеннолетние дети. Да, были взрослые, да, были учителя, но чтобы несовершеннолетние дети, я не помню. Что это значит? Это значит, что Нурсултан Назарбаев в тревоге, он в страхе, и он себя чувствует в своем бункере так же, как чувствовал Адольф Гитлер, когда обедненные силы окружили его резиденцию, и он прятался в бункере. Сейчас происходит то же самое. Вы вдумайтесь, этот режим стали защищать дети. 10 января наступает на самом деле очень важный период развития нашей страны. И это очень хорошо осознает Нурсултан Назарбаев и его ближайшее окружение. Именно поэтому они бросили в бой детей. И мы сами должны осознавать что режим понимает что близится его конец. Он видит что в Беларуси народ не прекращает выходить на улицы. Он видит борьбу и понимает что когда силы этого режима Лукашенко будет истощены ему будет конец. и поэтому этот режим сейчас увидев это понимает что наступает тот момент когда режим Назарбаева может быть просто сметен. Обратите внимание когда мы демократический выбор Казахстана призывали голосовать за подставную партию Нурсултана Назарбаева ОСДП как он напугался как он был испуган и партию ОСДП убрали с выборов заставив сказать что мы идем на бойкот а вспомните когда мы сделали заявление что теперь мы должны вступить в партию Акжол и голосовать за Акжол чтобы отобрать голоса у партии Нурсултана Назарбаева у Нуратана отобрать и в этом случае мы знаем что будут массовые фальсификации мы тогда сможем зафиксировать эти нарушения и вывести десятки тысяч людей на улицу у нас есть такая возможность но это в первую очередь зависит от активности наших граждан от осознания что это надо делать пора прекратить и именно тогда режим снова испугался и этот плакальщик Первашев на следующий день сразу объявил что партия Акжол не принимает новых членов в партию в течение двух месяцев вы видите этот режим испугался и тот механизм который мы сейчас предложили а именно голосовать массово за партию Акжол и таким образом отобрать голоса у Нуратана смертельно напугали режим мы в эти несколько дней провели социологические опросы например в инстаграм мы просто поставили сравнение партию Нуратан и Акжол обратите внимание мы всего лишь где-то около недели начали агитировать за партию Акжол и какое соотношение было 87% за Акжол и всего лишь 13% за Нуратан теперь мы провели опрос в ютюбе и мы видим что у Нуратана не более 10% среди всех партий это только начало агитационной работы уважаемые друзья я вижу комментарий что все партии плохие не буду голосовать ни за кого да это правда но вдумайтесь в наш замысел мы призываем голосовать за партию Акжол не потому что она хорошая все партии назарбаевские они все плохие мы предлагаем голосовать за Акжол чтобы отобрать голоса у Нуратана все опросы социологические показывают что в лучшем случае в лучшем у Нуратана 5% и та агитация которая сейчас проводится детьми она только вызывает отторжение недовольство и гнев на султаном Назарбаев и его так называемой партией Нуратан в лучшем случае наберет эта партия 5% в лучшем случае поэтому если мы проголосуем вместе дружно за партию Акжол и отберем голоса Нуратана будут массовые фальсификации и на ваших глазах будут совершаться преступления которые по закону оговорены и караются уголовным наказанием минимум до 4 лет кто сейчас будет активно участвовать в подделке бюллетеней безусловно учителя я задаю вопрос учителям неужели вы хотите так же плохо жить неужели вы хотите получать нищенскую заработную плату ощущать себя рабами чтобы вас все время третировали и вы себя не чувствовали просто по достоинству людьми это организация и собственно ее лидер нуратан она ничем не отличается от фашистской партии партии Гитлера ничем абсолютно эта партия уничтожает свою страну уничтожает нацию держит нищете эта партия организовала пытки в тюрьмах и лагерях эта партия в лице Нурсултана Назарбаева и узких приближенных сделали из вас безмолвых рабов поэтому мы должны добиться чтобы присутствие партии Нуратан это было позором это было бы таким несмываемым позором чтобы мы осознавали этого делать нельзя да если вас там заставили у вас есть сейчас простой выбор вы можете прийти на выборы и никто не сможет вас проконтролировать бросить бюллетень именно проголосовав за партию Акжоу вы можете это сделать без проблем мы должны считать что Нуратан преступная организация и ей нельзя помогать я сейчас обращаюсь к студентам тем самым детям к молодежи и вообще ко всем тем кто занимается агитацией в пользу партии Нуратан это лживая организация которая много лет обещает процветание нации вы это прекрасно знаете соответственно когда вы ходите агитируется за партию Нуратан вы хотите эту ложь продвигать и далее вы хотите чтобы страна жила во лжи я предлагаю вам способ борьбы очень простой получаете бюллетени надеваете куртки ранцы идете и выбрасываете в мусорку агитационные материалы Нуратана вот как вы можете бороться в своем кругу среди близких родственников говорите не голосуем за Нуратан не голосуем за Нуратан голосуем за Акжол чтобы наказать наказать Нурсултана Назарбаева полностью сменить режим затем придут наши народные депутаты в парламент мы поменяем законы отменим все привилегии на султана Назарбаева мы посадим его в тюрьму мы примем другие совершенно законы которые в пользу народа вы понимаете для чего нужен парламент почему там должны быть представители народа почему мы должны Акимов выбирать которых сейчас участвуют подделки этих бюллетеней они тоже соучастники этого преступления сегодня казалось бы шутливо форме но это на самом деле правда в начале эфира я опубликовал видео с разными словами это народные слова я сейчас зачитаю она любит Нуратан за него ее баран если ты из их же стада Нуратан тебе отрада хочешь имя Нурбаран голосуй за друг от уважаемые друзья мы должны именно так воспринимать мы не должны быть Нурбаранами не поддерживать эту фальшивую политическую организацию мы должны сказать нет этой партии Нуратан ее лидеру Нурсултану Назарбаеву мы должны знать что мы не должны быть Нурбаранами а все те кто сознательно поддерживает эту партию точно Нурбараны я в принципе уже рассказал роли значения парламента и вы должны понимать и надеюсь теперь понимаете что такое парламент что это парламент принимает законы фактически принуждающие вас жить в рабстве и поэтому мы должны добиться полностью перемен 10 января мы не просто должны пойти и проголосовать поддержку партии Акжол чтобы отобрать голоса у Нуратана нет не только это 10 января на избирательные участки страны придут свыше 6 миллионов человек из 12 миллионов избирателей свыше 6 миллионов человек одновременно на всех избирательных участках будет гигантское количество людей и с учетом того что на каждом избирательном участке будет находиться минимум по два полицейских вы понимаете что эти полицейские силы будут рассредоточены по всей стране и режим Назарбаева будет фактически обессилен именно поэтому мы призываем 10 января выйти на митинг не дожидаться итогов выбора потому что мы знаем что Нуратан фальсифицирует течение этого агитационного периода мы увидим массу нарушений мы знаем что центральная избирательная комиссия будет пытаться препятствовать фиксировать эти нарушения но что они могут сделать на избирательном участке максимум 10 человек это учителя и пару полицейских но при этом вас будет тысячи что они могут сделать как они могут запретить как они могут препятствовать когда там будут наблюдать за избирательным процессом десятки тысяч и миллионы людей никак в этом наша сила поэтому уважаем друзья я призываю вас всех агитировать агитировать сейчас за партию акжоу только для того чтобы ее использовать как троянского коня и снести эту власть каждый из вас может просто взять 20 листовок всего лишь 20 листовок и на это вы потратите всего лишь 100 тенге 20 листовок расклеивать своих подъездов развешивать в городе официальная агитация сейчас чтобы вы знали разрешена даже не являясь членом партии акжоу вы можете проводить агитационную кампанию в поддержку партии акжоу даже не будущий членом партии акжоу вы можете прийти на избирательный участок проголосовать за партию акжоу даже и вы если член партии нуратан вы можете проголосовать за партию акжоу нам нужно добиться колоссального перевеса победить партию нуратан и вышвырнуть их из парламента выгнать из власти Нурсултана Назарбаева и это мы можем сделать 10 января я желаю Нурсултану Назарбаеву здоровья сейчас приходит очень много сообщений что он себя неважно чувствует и лечит свое здоровье молодыми подругами я ему желаю здоровья потому что я хочу чтобы Нурсултан Назарбаев присутствовал и видел как будет происходить смена режима смена режима Нурсултана Назарбаева и я не хочу чтобы известный анекдот он циркулировал по стране и анекдот следующий я просто думаю что надо его рассказать когда умирает один очень известный сантехник казахстана на парнах на его похоронах имам просит скажите добрые слова о покойном и так он восклицал несколько раз все молчали и только один потом воскликнул его брат был еще хуже так вот Нуслан Абишевич чтобы так не было чтобы на похоронах не говорили что на похоронах известного сантехника его брат был еще хуже я желаю вам крепкого здоровья желаю чтобы вы видели как наш народ Казахстана пробудился как народ Казахстана понял что такое Нуратан понял что за преступная власть нами руководит я хочу чтобы вы увидели как народ Казахстана осознал насколько ничтожно эта власть и вы увидели как народ Казахстана взял эту власть в свои руки и построил процветающее государство 10 января уважаемые друзья голосуем за партию Акжол чтобы снести эту преступную власть Нурсултану Нурсултана Назарбаева Алга Казахстан Нурсултану Редактор субтитров